Музы Здравствуйте, в эфире программа Музы с Ольгой Шакиной и Анной Мангайт. И сегодня, как обычно, по пятницам, мы рассказываем вам о главных культурных событиях, последних дней и будущей недели тоже. На этой неделе мы решили заглянуть в будущее и рассказать про главные события сентября. Начнется Московская биналя современного искусства, и вот на Московской биналя современного искусства пройдет выставка достижений современных московских сквоттеров. Очень необычная, обсудим. Артистическое подполье. Почему умирают столичные сквоты? Нелегальные мастерские. Как художники завоевали детский сад, рассказывает ветеран современного искусства Герман Виноградов. Лохи. Как им жить дальше? Рекомендации московских дэнди. Сандалии с носками, майки в сеточку и дембельские челки. Личный стиль гопников разбирает главный редактор журнала «Гламур» Мария Федорова. Ну, говорят, что на самом деле современное искусство началось со сквотов, со сквотов парижских, улей и батола вуар. На самом деле сквоты существовали всегда, и особенно они стали знаменитой в Советском Союзе, 80-е, когда именно там объединялась такая маргинальная подпольная молодежь и создавала нечто абсолютно антагонистичное искусству официальному и конформистскому. Именно в эти годы появились те люди, которые сегодня являются символами русского художественного эстеблишмента. А как сегодня, что сегодня происходит? Вообще существуют ли сквоты? И кто сегодня противостоит буржуазному, такому главному мейнстриму? А через 10 лет превратится в эстеблишмент? Абсолютно. А кто будут те люди, которые будут выставлять на Московской бинале современного искусства в этом самом арт-сквот-форуме 2011, мы толком не знаем. Но мы решили разведать и побывали в тех самых таинственных, закрытых местах по адресам, которые мы не будем называть. Мы подошли к первому нашему пункту назначения. Привет. Привет. Во. Я думал, уже никто не встретит. Проходите. Пошли. Значит, сейчас мы как раз заходим в эту старую квартиру московскую, которая просто пропитана жизнью сотен людей, я думаю, которые здесь за многие годы перебывали. Можно представить, что в такой квартире, например, жил знаменитый поэт Осип Мандельштам. Конечно, не в этой, но в подобной. Есенин. Ну, а в этой конкретно жил, да, в этой конкретной квартире жил Сергей Есенин. Стандартно московский шкаф, который выводит нас сюда. Вот. Ну и поэтому, конечно, это тоже, я скажу, что с квотом, конечно, это назвать тяжело. Потому что... Но приближено. Ну, потому что, да, здесь скорее приближено это по антуражу. Скорее по антуражу. Вы захватывали? Нет, конечно, мы не захватывали. Здесь все совершенно другая уже история и другие времена. Что на самом деле создает здесь некую атмосферу с квота, да, это то, что здесь собрались все люди творческие. То есть здесь живут журналисты, здесь живут актеры. Здесь вот есть двор, мы там устраивали поэтические чтения. Ну, да, двери сохранились. Мне сказали, что вот им где-то 150 лет. Мой знакомый человек, который этим занимается, он сказал, что 150 лет этим дверям. Вот. Ну и, собственно, вот это моя комната. Такая большая и старая. Она на самом деле единственная в доме, которая с тех пор, как мне, опять же, говорил человек, который занимался планировкой, она не изменилась. А корни с корнями вообще отдельная история. Мне человек, который в этом доме долго жил, он рассказал, что эти корни, они как талисман. Они как талисман этого дома, потому что... Были здесь, что ли? Он сколько себя помнит, они всегда были в этой квартире. То есть дом сохраняет корни. Да. Вот понимаете, этот дом, мне кажется, он, знаете, вот я его всегда в своей голове уподобляю такому мировому какому-то древу, центру города, который корнями уходит в его глубины, в его старую землю. В этом, опять же, своя прелесть жизни здесь. Каждый день живешь, как на пороховой бочке. В любой момент тебе могут сказать, что съезжай. И поэтому каждый раз, когда ты сюда приходишь, ты вспоминаешь, я здесь, и мне очень повезло, что мне довелось пожить именно в таком доме. Здесь изначально была попытка построить образцовый дом настоящего коммуниста, человек, который живет общественным строем, общественной жизнью. Была попытка сделать минимальное личное пространство, минимизировать и сделать максимум общественной. Была общая кухня, общий детский сад. Есть несколько квартир, в которых живут такие оригинал жильцы, которые там дедушка въехал, или там прабабушка. И 90-80, наверное, 80% квартир, они были пустые, прогнили все, все стречные в стенах с разбитыми стеклами. В них заселили сумасшедшую молодежь московскую. Это дом очередное доказательство того, что как искусство, так и архитектура настоящая у нас в стране интересует только людей, которые этим занимаются, художников и архитекторов. Музыка Наш продюсер Денис Катаев действительно побывал в том месте, в котором мало кто бывает, в недрах сквота. То есть здания и мастерских, которые были захвачены абсолютно в идеале нелегально. Мы сегодня пригласили поговорить на тему художественных сквотов художника Германа Викопова-Виноградова, который когда-то, если не создал, то обитал в одном из самых известных московских сквотов в детском саду. На самом деле в нескольких. Потом было еще нескольких, не менее знаменитых. Ну, был у Петлера, просто они были все разные. А чем уникальны вот эти вот странные локейшины для жизни художников сквоты? Почему именно там работается хорошо? Почему именно там какой-то особенный появляется художественный продукт? Ну, я думаю, что в современное время это просто необходимо молодым художникам сразу получить большое пространство для реализации своих каких-то планов. А в то время уникальность ситуации была в том, что это была, в общем-то, единственная одновременная мастерская и выставочная площадка, и концертная площадка, и площадка для параллельного кино, площадка для выступлений поэтов, альтернативной моды. То есть это было все в одном флаконе. Сейчас есть много культурных всяких институций, есть возможность выезжать куда угодно, а тогда все это не было. И вот когда в Москве образовался это буквально параллельный мир, вы идете от метроплощадь Ногина, и вдруг увидите какой-то странный... В каком году мы идем? Мы идем в 84-м году. Да, оно же, оно нынче Китай-город. Да, Китай-город. Поясню для наших юных слушателей, зрителей. И вдруг увидите, что вот стоит особняк полуразрушенный, а там в глубине какой-то странный сад, забитый какими-то странными объектами. Это были мои вот скульптуры, сделанные из различных предметов, найденных на помойке, из булыжников. Я одновременно еще работал дворником, помимо того, что сторожем, и когда разрывали там мостовую, меняли на асфальт бывшие булыжники, я это все собирал в куче. В общем-то, и таким образом приобщился буквально к лендарту. Или когда я колотил там метровый лед, поскольку там такой крутой склон, и образовалось всегда... Летом там просто машины плавают, а зимой там лед вот такой толщины. А склон был действительно в детском саду? Да, это было здание детского сада, который по каким-то гигиеническим нормам был, 10 лет стоял примерно пустой. И первым о нем пронюхал скульптор Алексей Иванов, который неподалеку в мастерской Левитана, после диплома, в общем, заканчивал. Вот он должен был покинуть это место. И тут появился настоящий сталкер района, участковый милиционер по очень красивому имени Василий, за привода. И он сказал, Леша, вот есть место, Леша там обосновался. А я, путешествуя по району, я одновременно тоже работаю с торжем, дворником и прочим, как это было характерно, чтобы не быть привлеченным по статье о тунеядстве. В общем, поселился в доме напротив, в комнате, в которой жил незадолго до этого убитый внук или племянник Троцкого, Марина Роща, топором зарубленный. Мне кажется, вот художники живут именно в тех местах, где какая-то сложная энергетика. Вот вы видели, человек, который живет в квартире Есения, а тут... Сквотов того времени, это просто было крайне необходимо. Очень хорошо, если рядом находится школа разведки КГБ, как было в детском саду. Место на воле, да, да. Или, как у Петлюра, там, общество Динамо, менты, соответственно. Ну, в общем, всегда сквот образуется в местах, где по соседству, да, потому что, как известно, менты своих соседей по коммуналке не сажают. Интересно, мы бы не знали об этом. И вот так получается... А мне показалось, да, что в этом есть такой известный сарказм. Менты, а тут рядом... Да, да, да. Ну, и вот я еще раз подчеркну, что вот особенность того скота, который в обычном смысле, вот, как это на Западе, скотом-то, собственно, нельзя назвать. Поскольку, если на Западе, в Европе, там, заселяли, там, дома какие-то, принадлежащие, там, или никому, или в частной собственности, то здесь была государственная собственность. И рано или поздно приходилось вступать в отношения с властью, там, или... Некий неприятный диалог. Да, а у нас уникальность была в том, что, когда этот дом передали на баланс четвертому управлению Минздрава, и потребовалось еще три ставки дополнительных на сторожей, то мы стали подчиненным непосредственно академикам Чазова, который подчинял... То есть раз был сквот сторожей, которые подчинялись Чазову. Да, когда был Чазов, это... Министр здравоохранения, да? Нет, он начальник четвертого управления Минздрава, который подписывал некрологию все. Тоже очень символично. И мы, более того, мы еще получали в этом четвертом управлении Минздрава зарплату, что по нынешнему времену 90 рублей, тогда это вполне, в общем-то, можно было жить. Очень даже можно жить, да? Ну, вот сквотирование заключалось в том, что, по идее, мы должны были вот в какой-то маленькой комнате сидеть, сдавать график дежурства и все, но тут двухэтажный огромный особняк, естественно, все это расплылось по комнатам, там, мы это все освоили, и где-то полтора года наши непосредственные начальники вообще не знали, что мы за художники или кто мы. Просто тут были сторожа-мальчики, потому что это женский коллектив, мы единственные мужчины, там надо перенести шкаф или помочь продуктам, ради бога. Они нам в ответ какую-то кашку или картошечку во времена тотального дефицита. А как выглядела жизнь в сквотах? Будет много художников вместе? Там было четыре художника, четыре сторожа, и, конечно, был момент притирки, поскольку все разные абсолютно, но это дало потом наполненность нашего пространства людьми из совершенно разных кругов. То есть, с одной стороны, были звезды Большого театра, которых лепил Алексей Иванов, Владимир Васильев, Максимова, Григорович, с другой стороны, киношные круги, Ираклик Великазов, Слава Зайцев, с третьей стороны, потом практически все московские концептуалисты из старшего и среднего возраста. Да у вас был какой-то очень престижный сквот при четвертом управлении, со Славой Зайцевым и не Васильевым, а Максимовым. Да, поэтому, наверное, так. А потом подтянулись представители славного города Ленинграда, который к нам направил художник Владимир Новомез, живший неподалеку, и появились Сергей Курехин в компании «Африки», музыкантов группы кино «Аквариум», потом Тимур Новиков, который была первая большая выставка в нашем пространстве, «Котельников», ну и много представителей, да, параллельное кино «Юфит». То есть квот – это такой художественный клуб, где тусуются просто избранные, люди достойные. Ну да, клубов тогда не было, да. Дело в том, что тогда действительно все было очень-очень-очень, как бы замкнутом пространстве происходило, поэтому такая концентрация. Потом такого я нигде не видел. То есть поскольку люди могли одновременно там, ну, удобно иметь мастерские, но хорошо бы и потусоваться там, сходить там на отстрелку, потом сюда. И все так, собственно, те, кто вот сейчас, я посмотрел, называются скоттерами, они так себя и живут. И судя по пространствам, все гораздо более благоустроено. У нас была, в общем-то, дикая ситуация. У нас не было ни холодной, ой, ни горячей воды, а в других скотах не было отопления. И скоттер должен был, как крыса, освоить еще вот это пространство, буквально изучив. Хотя люди-то не все, то есть, скорее всего, большинство из интеллигентных семей. И пришлось вот руками научиться работать, грязную работу, устанавливать унитазы, проводить электричество, воду проводить. Потом длительное время, у меня, допустим, у Петлюра, ну, не было отопления просто. Там зимой у меня... Как же вы жили? Вот тогда я стал изучать систему детка Порфирия Иванова. И постепенно включил холод в язык своего искусства. Стал проводить перформансы, уже поэтическую перформансы, сидя в проруби. То есть, да. Советская власть и тут была полезная. Советская власть и тут была полезная. Советская власть и тут была полезная. Но все, что не убивает, все дает новую силу и развивает. А сейчас скот – это такое некое, получилось, ну, как бы, такое место для кайфа. То есть, вот среди города есть место, куда можно позвать друзей. И оно как бы не контролируется никем, не надо платить. Ну, или платить небольшие деньги. Такие уголки. Нет, вообще, сейчас же вся история про скот, она невероятно модная. Потому что относительно недавно, вот в прошлом году, да, вышел спектакль скот. Спектакль «Фятри Дог», да. О котором очень много говорили. Да, очень плохой. Я был на его чтении. Вот так настолько. Ни одного художника не понравилось. Говорят, что художникам всем не понравилось. Нет, ну, кроме, наверное, Авдея Тераганяна, который, собственно, с его вот этой пьяной... Который его не видел. Да, который его не видел. Ну, и действительно, это алкогольная история, вот, ну, как бы, можно назвать его скотом на трёхпурдном переулке. Но у нас вообще, собственно, конечно, мы выпивали, и очень крепко, но там была настолько интенсивная ежедневная работа, настолько интенсивно все... То есть ты ложишься в пять вечера, вдруг тебя будет, распивается кто-то в маяке, он тебя говорит, ой, это Жанна Агузарова, оказывается, она заходит ко мне. Я пожалел пространства, хотя его было огромное количество, и в детском туалете на пяти толчках сделался кровать с видом... Правда, там была вид шикарный на крышу и огромное дерево. Такая суперромантика, которую потом уже не было. И вот с Жанной ознакомишься. Потом, через пять минут приходит совершенно другой контингент. Причём по какому-то условному коду с обратной стороны. Конкуренция между сквотами. Давайте покажем небольшой кусочек из этого спектакля, который не понравился бывшим сквотерам, очень понравился современной молодёжи. На асфальте юбка задрана изнаночно цинично, как в песне, и лучше в исполнении дали, между прошлым и будущим, по-прежнему призрачным, 92-й год, Арбат, сумасшедшая латышка, долговязая восемнадцатилетка. Во дворе одного из домов у неё под кустиком хранится пластмассовый солдат и серебряное сердце. Сразу стал как-то замкнут, засовывая в трусы хрен измазанный спермой. И на прощание сказал, прощай, горделивая осанка, ты достаешься, а я бессмертный. Она рассказывала, как... Ну, сейчас мы посмотрели такой не самый репрезентативный кусок. Это была такая поэтическая реприза от поэта Андрея Родионова. Спектакль строится так. Минут 15 показывают жизнь художника в сквоте, потом выходит Родионов со стихотворением про 90-е. У него там несколько таких реприз. Это действительно одна из лучших вещей, которые есть в спектакле. Но на самом деле спектакль интересен чем? Помимо того, что там действительно представлены герои с квота на Трёхпрудном переулке, Авдия Тироганян, Валерий Кошляков и так далее. Хотя на самом деле изначально герои были буквально Тироганян, Кошляков и так далее, а потом уже всё перепуталось. Там теперь непонятно, кто из героев на самом деле кого символизирует. Но спектакль ещё примечательен тем, что, например, в ходе представления зрителей поят водкой и кормят борщом. Всё настоящее. А зачем? А чтобы прочувствовать атмосферу, вот этого вот братства, знаешь, вот этого вот ежедневных, да, общих трапез, видимо, да, я не автор, да, давай я не буду высказываться от их лица. А что вам понравилось? Ну, публике очень нравится, естественно, вот, никому из художников не понравилось. Ну, про борщую водку я вот сегодня увидел репортаж из Уиньона, ну, это как бы, ну, первое, вот, что делают молодые, как бы, альтернативные театры, они вот обязательно надо напоить публику водкой. Интерактивный театр? Да, интерактивный, вот, именно через это. А что, вы начали рассказать интересную вещь, а что, была конкуренция между сквотами? Да нет, конкуренции не было, поскольку в то время одновременно несколько сквотов не существовало, и они, как бы, энергия плавно переходила. Вот, менялась ситуация, допустим, закончился детский сад, он был разогнан КГБ, поскольку тогда ещё было, как бы, начало перестройки. Как это выглядело? Выглядело так, поскольку у нас там заклубилось в большие круги, и первые галеристы стали приезжать, там, Дойчий Банк, там, всякие такие, и появились первые публикации в прессе европейской и американской, что сейчас, как бы, это совершенно нормально, и никого не волнует, но тогда это означало, что появилось место, где из-под контроля вышли какие-то люди, занимаются чем-то непонятным, большинство из них ещё не члены ничего такого. И когда это всё случилось, у нас в одночасье без объявления причины отрубили электричество, воду там, и всё. А это было конец октября. То есть было уже холодно, и три дня мы сидели без света, всё время надеялись. Вот в отличие, кстати, от скоттеров, которые, вот, были показаны здесь, что они не верят, что завтра могут их выгнать, мы-то как раз были уверены, что это навсегда. И точно так же, как у Петлёра, было так уверено, что это навсегда. Это конфликт отцов и детей, да? Эти-то не понимают, жизни-то не ухали. Нет, там было столько в том, что мы настолько много вкладывали жизненной энергии, которая совершенно не видна вот в рассказах этих людей. Просто это было наполнено жизнью предельно, животной жизнью, духовной там, душевной и прочее, там любовью творились всякие. То есть это было место, где соединялось всё. Все, как бы, человеческие, психические центры там полностью себя реализовывали. А любовь-то, кстати, в этом спектакле очень забавно показана, и там показано, что происходит, когда в сквоте появляется женщина. Ну да, среди алкоголиков это вообще-то не очень интересно, на самом деле, когда появляется одна женщина среди алкоголиков. Абрачная история, да? Да, и вот, кстати, может быть, была конкуренция между сквотом, там, допустим, детский сад и, грубо говоря, формальным переулком, что в детском саду сексуальная энергия бродила со страшной силы. А у концептуалистов она как-то была... Вот прижата, да? Вот прижата, да. И как-то они вот в этом смысле, они говорят, о, детский сад это, типа, тупые, а мы вот умные, да. Тупые и развратные. На самом деле, вот есть такое мнение, что сквот это погубило вовсе не КГБ, а, так сказать, мамона, бабло, что все художники после того, как к ним пришли коллекционеры и так далее, отъелись, как-то набрали жирку, и, собственно, в спектакле сквот это и показано, там, главная мысль какая, да, что все обуржуазились, и из-за этого все закончилось, и говорят, что именно из-за этого художникам не понравился спектакль. А я вот хотела бы прервать разговор и дать послушать небольшое интервью, которое нам дали бывшие сквотеры, ныне очень успешные художники, по-разному успешные, Добосарские, Шабельников и Тераганян, которые находятся в изгнании, но при этом остаются очень известным, успешным и цитируемым художником. Что они вспоминают про свою юность в сквотах? Поскольку у нас был сквот, в котором жили художники или люди около искусства, соответственно, у нас там, собственно, у нас был не сквот, где мы жили, а это были мастерские, где мы работали, ну и жили, соответственно. И это, конечно, была так веселая жизнь, это такие незабываемые годы для всех, я думаю. С одной стороны, такая школа, потому что так даже не было, там, собственно, и сейчас особо нету заведения, где можно учиться современному искусству. И мы как бы учились там на практике. То есть к нам приходили другие художники, мы там вместе работали какими-то своими проектами, просто болтали об искусстве. Потом мы сделали там галерею, галерея на Трехпрудном, на чердаке была. И каждый четверг мы там устраивали выставки, что очень сильно нас как бы продвинуло как художников. И, ну, практика. Потому что одно дело, когда ты сидишь, думаешь об искусстве, то, когда ты начинаешь его делать, приходят люди, ты видишь по их реакции, там хорошо, плохо, тут же другие художники там обсуждаются, все это. И это очень было полезно, важно для нас. Наш сквот на Трехпрудном, и это было скорее мастерские, это было такое профессиональное сообщество художественное. То есть у нас жили только художники, и, в общем-то, мы далеко не всех туда принимали, там принимались только интересные художники в наш сквот. Вот это вот такая очень непосредственная форма, да, особенно... И она сейчас уходит из современной России, как бы социальность не позволяет, она не дает ту свободу, которая была у молодого советского, скажем, диссидентствующего художника. Да, вот мы могли найти в советское время сквоты и там как-то там существовать, как бы. Ну, там, давая взятки в ЖЭКе, например, да. Вот, сейчас это невозможно. То есть сейчас социальность гораздо жестче, чем советская, которая была тоже, как, вы знаете, не сахар вообще-то, да. Ну, вот Москва такая, что сейчас там нет возможности найти вот дом, который могли бы занять художники близкие друг к другу, чтобы это была абсолютно автономная от арт-бизнеса структура. Вот наш сквот существовал абсолютно автономно. Нам не платила никакая галерея, никаких грантов не было. Мы полностью автономно существовали. Это принципиально очень. Это место на Бауманской нашел Валера Кошляков. И поскольку тогда был вот сквот, но в Трехпрудном, то ребята, художники Тараганян, Володя Дубосарский, Саша Сигутин, вот, перебрались, собственно говоря, вот на Бауманскую. Я как раз вот переехал в Москву, и мы с женой там, собственно, тоже, как бы, зависли, как говорят. В чем, как бы, культурная ценность сквотов? То, что, во-первых, было, это было, как бы, место общения, место контакта. То есть к нам приходили художники, кураторы, критики. То есть там мы обсуждали, там, каждый вечер, там, сидели на кухне, обсуждали, там, проекты, работы, как бы, что делать, ну, как бы, вот, ситуацию. То есть это была зона именно диалогов, обсуждения, осмысления, соответственно, вот. И это очень полезно. То есть вот сейчас как раз этого нет. То есть вот все, как бы, разошлись и сидят у себя вот в раковинах. Герман, скажите, ну, вот, как вам кажется, у нового поколения, которое, вот, пытается как-то жить в сквотах, так же, как делали вы, у него есть шанс не обуржуазиться, сохранить вот этот дух свободы партизанской? Мне кажется, что сейчас сквотами могут быть, скорее, люди не художницы, не обязательно арт-тусовки, а просто люди, как в свое время, там, ну, хотя, конечно, с артистическим уклоном, там, в христиане захватили люди, просто устроили, как бы, республику в республике, государство в государстве. У него, простите, это королевство знания, государство в государстве. И это тоже хорошо, потому что были и такие сквоты в Москве. Было, допустим, в доме, в Булгаковском доме, был практически весь дом занят людьми, большинство из которых не были художниками, а просто жили, приехали люди с разных сторон, и там было хорошо, было артистично, хиппи там жили. Было очень. И сейчас, мне кажется, художника сейчас гораздо больше возможностей не обязательно в сквоте торчать, потому что можно путешествовать свободно по миру, Не обязательно это делать в Москве, а можно жить, допустим, в сквоте, ну, пускай в Берлине или там в Барселоне или где-то еще. А можно последний, очень короткий вопрос? Все-таки вот ваше поколение настоящих боевых сквотеров 80-х, начала 90-х, что с ним сталось? Они же стали звездами, это же классно, но они как бы предали идеи сквотера. Нет, во-первых, не все предали, и там вот благодаря именно сквотерской жизни, я такую скажу вещь, то есть, допустим, для концептуализма сквотерская жизнь не обязательно. Но для мастериального искусства, когда необходимо совершенно особое пространство, где бы выстраивались инсталляции, допустим, такие, как у меня или у Алексея Тегина, или у Святослава Пономарева, или у Петлера, вот сквот был просто крайне необходимой формой. А концептуалисты могли спокойно и в мастерской жить, и в квартире творить. И сейчас художники тоже некоторые, которые сидят на компьютере, зачем им сквот? Им не нужен сквот. Ну да, сесть растет, с уснул буквами по углам. Сиди, да, вот сиди, даже вообще в кафе сиди, просто вот тебе и сквот. Сквот-кафе, пожалуйста. Дело в том, что вот эту часть программы мы специально посвятили художникам, которые сидят у компьютеров. Теперь они будут знать, что происходит или происходило когда-либо за пределами компьютеров. Спасибо большое, Герман. А теперь реклама. Спасибо. Всем счастья, здоровья. Музыка.